Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет на тему моего парфюмерного кризиса. У меня сейчас где-то дня 4 уже или 5 наступил какой-то парфюмерный кризис. Вот какой-то переломный момент. Мне ничего не хочется, мне ничего не хочется носить, никакие ароматы не легкие, не гурманские, не тяжелые, не сладкие. Никакие! Я открываю свой шкаф парфюмерный и понимаю, что надеть нечего. И ничего не хочется. Это вот как то же самое можно с одеждой, да, провести параллель, когда девочки, ну, девочки открывают шкафы, у них там куча всего, а надеть нечего. Вот у меня то же самое только с парфюмерией. Не знаю, что делать, у меня такое в первый раз. Видимо, мне нужно провести какой-то детокс своеобразный, отказаться на время вообще от ароматов. Может быть, вы посоветуете что-то, может быть, у вас такое было. Я выкладывала уже в инстаграм, в сторис, свои рассуждения на эту тему. Очень многие написали мне в директ. Спасибо большое, если вы смотрите. Как-то, знаете, посоветовали что-то, поделились своим опытом и так далее. У меня такое в первый раз. И это как-то немножко даже обидно, потому что, ну, реально, ароматов много, они все там стоят и не используются. Ну, я думаю, это все временно и все это пройдет. Но, тем не менее, хотела с вами вот именно поделиться в видео. Перенюхав все свои полноразмерные флаконы, я поняла, что у меня вообще ничего не хочу. И я пошла, достала все свои миниатюры. Вот у меня миниатюры. Здесь миниатюры Лилаба. И сейчас вот с вами попробую как-то вот поэкспериментировать, что-то понюхать, что-то попробовать, что-то нанести, может быть, на кожу. Как-то немножечко поиграть с восприятием и, может быть, открыть для себя что-то новое. И, ну, не знаю. Вот как-то, знаете, очень странно. Я даже не хочу идти в магазин что-то покупать. Я вообще не хочу покупать новый аромат, потому что, имея сейчас, ну, где-то 135 ароматов полноразмерных, ну, зачем мне еще больше? Вот, честно, не хочу. Если что-то такое будет вот прям сногсшибательное, то да. А так, конечно, я бы не отказалась купить ароматы Лилаба, но они все очень дорого стоят. Поэтому, ну, не считаю это. Вот на данный момент не считаю нужным делать такие телодвижения, такие денежные вложения. Короче, давайте мы с вами разберем мои пробники. Здесь у меня очень много пробников, которые мне давали где-то в магазинах, которые кидались там при покупке. Некоторые вам выдают, когда выходит, например, новый аромат, и в качестве рекламы стоят девочки и вот вам раздают вот эти пробники. А начну, давайте, ну, что у нас тут первый? Мон Герлен. Мон Герлен, сразу хочу сказать, очень хороший аромат, очень красивый, очень такой душевный, я бы сказала, умиротворительный, домашний. Вот покупать его я бы не стала, я не знаю фланкеров Мон Герлен, вот этот у меня, по-моему, вот самый первый Мон Герлен, который был, который вышел когда-то, уже достаточно давно. Вот у меня пробник. Я помню его, я его помню очень хорошо, я его когда нанесла первый раз и походила немножко. Мне показалось, что он пахнет Johnson's Baby, знаете, такой лавандовый гель для душа, или даже это нет, это не гель для душа, это пена для ванны, которая, ну, после которой, после принятия ванны с этой пеной, ребенок, типа, хорошо заснет, потому что там лаванда успокаивает и так далее. Вот мне аромат Мон Герлен напомнил первый раз именно вот это вот лавандовое умиротворение. Я очень люблю лаванду в ароматах, но я люблю ее, наверное, все-таки не с ванилью, как в данном случае. Лаванда быстро проходит и остается вот именно такая сладкая, ну, фирменная герленовская ваниль. Герлен делает, на мой взгляд, одну из самых красивых ванильных версий, ванильную версию. Ванильные ароматы, короче, от Герлен, они великолепны. И здесь очень хороший ваниль, она тонкая, она не гурманская, она не сладкая, не приторная. Вот аромат такой спокойный, аромат душевный, ну, покупать нет. Покупать я вряд ли его когда-нибудь буду. Если кто-то подарит, наверное, я буду рада, и, наверное, это будет такой мой домашний красивый аромат. Ну, для, знаете, полежать с книгой, почитать книжку. Аромат выходного дня дома, скажем так. Вот он для меня такой, он не на выход, он, ну, он какой-то слишком мягкий. Ну, мне так кажется. Так, дальше у меня здесь есть Майкл Корс Секси Амбар. Сразу хочу сказать, я люблю Майкл Корс только один аромат, который у меня есть. Фервый аромат, так он и называется, Майкл Корс. Вот он мне напоминает наркотик Винос, белоцветочный, красивый, он у меня есть в полном размере. Все. Остальные ароматы Майкла Корса как-то прошли мимо меня. Не хочу ничего сказать плохого о бренде. Не люблю. Наверное, не мое. Не люблю сумки Майкл Корс, не люблю ароматы Майкл Корс. Вот как-то, может быть, напишите какие-то там. Все, что пробовала, всегда мимо. Секси Амбра, сексуальная Амбер. Это не Амбра, это вот именно Амбра, вот такая вот смола. Мы тут рассуждали тоже здесь уже в Инстаграм, на Ютуб. Амбра и Амбр. В общем, да, есть различия. А здесь, давайте мы... Я не хочу сказать, что этот аромат сексуальный или какой-то. Он повседневный, деловой, городской. Хороший базовый аромат. Достаточно узнаваемый. Ну, как бы, знаете, таких ароматов, мне кажется, много. То есть, чтобы прям вот его захотеть, вот такая здесь девочка нарисована. Нарисована, сфотографирована, такая сексуальная. Ну, не знаю. Притягательный. Знаете, в него хочется вот так уткнуться носом, его обонять, слушать как-то. Вот, насколько я помню, если в Монгерлен было красивое раскрытие, было интересно наблюдать переходы от лавандового старта к ванильной, красивой, нежнейшей, кремовой базе, то здесь вот он как бы играет вот монотонно. Здесь он начинается так ярко, немножко мыльно, цветочно, гладкий. Вот, не знаю, первое, что приходит на ум, вот какой-то вот он гладкий, ровный, приятный, повседневный аромат. Секси-амбар? Нет. Не моя тема. Так, дальше у меня аромат Далее Девин от Живанши. И у меня когда-то был аромат этот, не этот конкретно, это уже у нас фланкер. У меня была первая, первая версия этого аромата. Я помню, мне она очень нравилась, и у меня мама ее потом забрала. Вот, моя мама очень любит такие ароматы. Они густые, они насыщенные, шлейфовые, очень как бы такие женственные. Вообще, Живанши очень носибельный бренд. Но вот у них вот их фирменный почерк, их фирменный стиль. Вначале тебе всегда аромат нравится, но вот потом есть что-то такое в базе, что мне немножко вот диссонанс какой-то создает. Не знаю, напишите, если у вас есть такое. Они узнаваемые, они узнаваемые, ароматы Живанши прекрасны, приятны, будет очень хороший подарок. Если вы ищете подарок, ну вот как бы, например, маме своей, то я бы, конечно, рекомендовала Живанши. Далее Девин в любых концентракциях. Это у меня нектар. Парфюмерный нектар. И очень красивый здесь флакон с такими золотыми штучками. А я, честно говоря, не знаю, они еще продаются или нет. Если продаются, то мне кажется, это прям такой очень классный подарок. Понравится всем. Понравится всем. В меру сладкий, в меру терпкий. Такой гармоничный, очень гармоничный. Я очень влагосклонный. Но я не хочу, я прям такая сижу тут, королева, это люблю, это не люблю. Но я люблю Живанши. Я люблю парфюмерный дом Живанши. Он яркий. Он прям такой, знаете, как танго. Он такой страстный. У них в основном ароматы такие вот прям. Хороший характер у них. Нравится. Да, нравится. Так, дальше у меня здесь идет, ну, у меня основной здесь люкс. Какой мадемуазель интенс? Пожалуйста, вот я вам покажу. Вот такой пробник. Я не буду его наносить. Coco Forever. Мне очень, помню, понравилась рекламная кампания этого аромата. Не моя тема. Вообще абсолютно не моя. Вот я уже как-то говорила, что я не люблю сладкие ароматы, сахарные. Вот мне сюда положили реально очень много сахара. Шлейф просто убойный. То есть это вот можно всем лежать. Если его переборщить, это будет, конечно, too much. Too much. Будет слишком много. Вообще, Coco Mademoiselle очень коммерческий, успешный аромат. Я его слышу практически каждый день. Если я где-то в общественных местах, очень многие ими он любим. Очень узнаваем. Вот знаете, я его крайне редко ношу. У меня есть классическая версия Coco Mademoiselle. Очень-очень редко его ношу. Очень. И Intense. Intense, на мой взгляд, отличается от классической в положительном смысле тем, что там положили больше пачуль. Но при этом он стал более сладкий. Я не знаю, почему. Такой парадокс. Парадокс. Intense, короче, вообще не моя тема. Ну, Живанши хорош. Живанши хорош. Секси, амба, все. Все, ушла. Ушла. Не знаю, не мое. Вот прям хочется сразу смыть. Ну, а герленчик, герленчик хороший. Герленчик, монгерлен. Подари. Если кто-то мне подарит когда-нибудь там на 8 марта, я буду рада и с удовольствием буду носить. Так, дальше. Давайте перейду сразу, что мне очень понравилось. Я вообще люблю мужские ароматы. Я, то есть, ну, не вижу смысла там в этого разделения. Мужской аромат, женский аромат. И там, и там ты можешь найти то, что тебе будет приятно, что тебе будет понятно. Мужчины, как правило, вообще могут пользоваться женскими ароматами. Женщины могут пользоваться мужскими ароматами. Бывают, конечно, исключения. Ну, знаете, надо пробовать. Надо пробовать. На каждом человеке все звучит по-разному. Вот когда у меня, когда я осознала, что у меня вот этот парфюмерный кризис, я перепробовала все ароматы. Вот сейчас при вас тоже пробую. И обратила свое внимание на мужской аромат от Кортье. Лен Вол до Кортье. Вот так он выглядит. У него вот такой прикольный очень мне нравится флакон. Не знаю. Я прям нанесла, и мне понравилось. Вот это вот что-то такое другое, что-то новое. Сейчас я его нанесу. Аромат древесный. Аромат древесный... Древесный. Вот прям, вы знаете, он... Вот прям так и хочется уткнуться. Аромат, знаете, он как красивый, кашемировый свитер такой роскошный или шарф. Аромат роскошный. Аромат роскошный. Я вообще не вижу, что он мужской. Я бы носила такой с удовольствием. Вы знаете, когда у меня случился вот такой парфюмерный, как бы, ступор, вот этот аромат, единственный вот этот аромат Кортье, мужской, он меня из этого ступора немножко вынул, и я в нем проходила весь день. И опять думаю, буду хотеть, как он мне нравится. В нем чувствуются какие-то бальзамические ноты, хвойные ноты. В нем чувствуется вот реально хвоя, эвкалипт. В нем и свежесть, и терпкость одновременно. Вот я очень это люблю. И лаванда. В нем очень много лаванды. Я сейчас прям для себя открыла, что лавандовое направление, лавандовый аромат, мне очень интересно. Я бы с удовольствием знакомилась ближе с ароматами с лавандой. Вот здесь очень красивый лавандовый, вот прям на старте. Потом аромат уходит в очень благородную, густую, такую насыщенную базу. Держится превосходно. Не знаю насчет шлейфа, потому что я его носила дома. Может быть, завтра, у меня сегодня выходной, завтра пойду на работу, одену его. Класс, 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 класс. Обязательно еще поношу, если так же он меня будет пленять. Куплю себе, наверное, очень красивый, очень красивый аромат. Также у меня есть здесь Pachado Cartier. Pachado Cartier Edition Noir Sport. Вот такой. Он уже мне менее приятен, нравится мне меньше. Вот такой вот флакон. Вообще все с приставками Sport я не люблю. Не буду его наносить, потому что он такой прям, знаете, он, ну вот когда говорят пена для бритья, вот в мужских ароматах, избитое выражение, избитое фраза. Вот когда вы нюхаете определенные мужские ароматы, особенно с приставкой Sport, возникает вот этот отсыл к пене для бритья. Я вот согласна. Я как-то читала где-то о таком сравнении, и все время мне хотелось услышать, наконец, поймать эту пену для бритья в аромате за хвост. И вот я заметила для себя, да, что вот ароматы мужские с приставкой Sport, там она есть. Какой же красивый. Какой же красивый, я не могу. Так, дальше у меня здесь, дальше у меня здесь тоже мужской аромат Invictus, вот Пакарабан, туалетная вода вот такая, Intense, вот такой вот кубок. Мне нравится мне оформление, но аромат мне понравился. Аромат такой бронебойный, крышесносный. Давайте я нанесу вот сюда. Классный. Аромат вот прям, знаете, он коммерческий, он такой химозный, но в него хочется так изучать. Он мне немножко напомнил Hugo Boss, ароматы мужские, первые самые, старые. Вот он пахнет так. Красивый, красивый свежачок, с пряными какими-то вкраплениями. И почему-то мне тут пахнет еще геранью. Вот такая горечь. Герань от герани. Слушайте, видимо, я, видимо, пришел мой черед вообще покупать уже себе мужские ароматы, потому что, ну, вот это вот все женское, вот это вот, вот это, ну, это вообще, ну, не знаю, не знаю, не мое, скажем так. Так, дальше здесь у меня есть два аромата. Это новый бренд. Как новый? Я не знаю. Новый для Сиднея. Он, по-моему, бренд из Нью-Йорка, если я не ошибаюсь. Made in UK. Made in UK. Floral Street называется. Это парфюмерный дом, и там разнообразные представлены цветы. У меня два вот таких фирменных их пробника. Floral Street. Один с ирисом, вот так он выглядит, а другой с илангом. Вот так. Иланг, иланг, и эспрессо, и ирис годес. Значит так, иланг мне не понравился совершенно, хотя я очень люблю иланг. Здесь он, ну, такой, ну, если можно сказать, приземленный, что ли. Ну, немножко есть тропиков, немножко тепла, но вот так, чтобы прям купить этот иланг, нет, вряд ли. Хотя, мне кажется, вот этот вот парфюмерный дом Floral Street, он подойдет для молоденьких девчонок, для школьниц даже, потому что они достаточно легкие, достаточно понятные, чистые, свежие, звонкие, такие, не тяжелые, а с легкой базой, достаточно такие, потому что, мне кажется, когда ты, мы же еще вот школьные годы, ну, кто будет носить всякие амбровые, тяжелые ароматы, это все, мне кажется, потом еще можно догнать. А вот такие вот легкие, девичьи, красивые, цветочные композиции, понятные, незамысловатые, вот они самые то. Если ищете подарок для своей дочки, то вот посмотрите, Floral Street, они достаточно бюджетные, приятные, приятные. Иланг такой, потому что я просто очень люблю Иланг, Иланг для меня, он должен быть как Иланг 49, Лилаба, такой прям с молотком, такой прям ух, или Иланг Шанель, классический Иланг, обожаю, ну, Иланг и Голд, Миколев, совсем другой Иланг, короче, люблю. Ирис Годы, с любителем ириса, я бы, наверное, рекомендовала послушать этот аромат, попробовать, понюхать, поносить на себе, приятный, нежный, тонкий, пудровый ирис, вот такой классический, не стойкий, ароматы эти не очень стойкие, не очень шлейфовые, ну, для бюджетных вариантов вполне себе ничего. Так, здесь у меня дальше еще есть Джульетта от Тока, я не знаю, представлен в России этот парфюмерный дом, у них очень красивые флаконы, вот такой вот Джульетта Тока, сладкий розовый тюльпан и зеленое яблоко. В середине ирис, о, в середине лилия, в вали, лилия оф де вали, ландыш, и амбер. Не знаю, мне не очень он понравился. Love Yourself, Джульетта. Но бренд мне этот нравится, у них каждый флакон имеет свое имя, у них есть много-много разных имен, но Джульетта просто, видимо, не моя, но симпатичный, симпатичный, такой цветочный, легкий летний. Так, много здесь у меня еще чего есть. Давайте, наверное, покажу вам изюм, вот сеслей. Вот такой аромат, знаете, я его периодически достаю, потому что я люблю розу, люблю розу в ароматах, но вот эта роза слишком свежа для меня, слишком свежая, слишком акварельная, слишком прозрачная. Давайте, вот сюда ее нанесу, слишком, ну какая-то вот она, вот сейчас я ее нанесла, у меня первое, что лемонграсс, лемонграсс, пока розы никакой нет. В общем, цитрусы в ароматах, пока для меня, наверное, это все в будущем, пока я цитрусы в ароматах не понимаю, и вот роза тут с цитрусами, видимо. Честно говоря, я не знаю пирамиды, но вот сейчас вдохнув в первый раз, я прям почувствовала бергамот, лемонграсс, такой вот прям, знаете, листочки лемонграссовые, если разорвать, и вот так вот в пальцах их растереть, очень такой яркий, насыщенный, красивый аромат. Лемонграсс или вербена, где-то там, где-то там такая хрустальная, свежая в России розочка. Так, дальше у меня здесь Эрмес, я его тоже нанесла на себя, но Кортье все равно победил. Я несколько раз делала подходов к этой розы и кибана, розовой розы и кибана, каждый раз я его смывала, каждый раз я его смывала, не знаю, что такое там происходит, начало красивое, цитрусовый старт, лимонно-чайный, такой немножко сладковатый, роза совсем чуть-чуть, такая зеленая, такая еще даже бутон, не раскрывшись, такая вот прям намек, а потом это все уходит в такую некрасивую базу на моей коже, что вот два раза я пробовала его носить, розы и кибана от Ермес, и два раза в мимо, не мой, не мой совершенно аромат. Вот, кстати, далее Дивин, вот у меня есть какой, какая миниатюра, вот такая у меня и была, вот это, по-моему, первая версия этого аромата, вот она у меня есть в миниатюре, вот, вот, вот я нашла, нашла, очень красивые миниатюрные флаконы, ой, прям в нос, у меня, по-моему, еще не было таких видео, когда я много-много-много, хорошо, хорошо, он вот, вот такой аромат, я называю такой, современной классикой, беспроигрышный вариант, вообще, и на выход, и куда-то в офис, на переговоры, там вдруг там что-то нужно, и на собрание родительское пойти, роскошный, красивый вариант, вот, такой, каждодневный, красивый, вот, красивый и все, нравится мне, так, что у меня, вот, 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 Аттикус, Аттикус лаванда, лаванда on the rocks, лаванда на камнях, мне она понравилась, мне она очень сильно понравилась, куда-нибудь, давайте сюда нанесу, ну, слушайте, я, видимо, у меня какая-то случилась любовь с лавандой в ароматах, поэтому я сейчас прям тяготею, Аттикус лаванда on the rocks, красота, красота, сразу же вам в старте яркая лаванда, немножко бергамотно-цитрусового звучания, потом, потом, потом аромат уходит в какую-то такую древестость, ну, вот лаванду здесь я слышу наиболее ярко, наиболее ярко, я уже вся, вообще, ну, вот изя до сих пор пахнет, изичка, изя, до сих пор пахнет, лемонграссом, до сих пор пахнет лемонграссом, слегка появились какие-то розовые масла, так, слегка, слегка, вот, видите, еда людей нашла, о, так, вот, я люблю очень у Живанши, very irresistible, very irresistible, по-моему, у меня это туалетная вода, я не знаю, это классическая версия или нет, но я знаю, что я ее создал, Доминик Рэпион, Доминик Рэпиона, я, Доминика Рэпиона, я очень люблю, вот это красивый вариант, летний, свежий, такой вот, знаете, как прохладный душ, как прохладный, ароматный, освежающий душ, или коктейль у бассейна, с кубиками льда, такой игривый, яркий, такой, знаете, ну голову кружит, чего уж там говорить, от него кружит голову, я помню, когда только появился вот этот аромат, very irresistible, классическая бутылочка, реклама была, рекламным лицом была бесподобной красоты, а Лив Тайлор в такой красивой шляпе, как мне нравилось, как мне нравилось, ну денег тогда не было, мы тогда были студентами, я училась, и, ну какие там, very irresistible, какая там, Лив Тайлор, любовалась только на рекламу, прекрасный, вот этот вот вариант, более легкий, более такой, летний, летний, весенний, очень красивый, кстати, слушайте, видимо, надо мне, проходит, проходит, парфюмерная хандра, вот прям вместе с вами, проходит потихоньку, надо мне наведаться в корнер Живанши, и в мужской корнер Кортье, вообще Кортье, это, конечно, хорошо, я в Кортье люблю ходить прямо в бутик, я вот люблю, прям, знаете, приду туда, они все думают, что я хочу купить у них там часы, или еще что-то, а я сразу наверх, топ-топ-топ, к ароматам, и стою там, балдею, нюхаю, красивый, красивый бутик Кортье, чего уж там говорить, может, когда-нибудь куплю себе там не только аромат, но я люблю, да, я люблю, если есть возможность прийти в фирменный бутик, я пойду в фирменный бутик, например, нюхать ароматы Миу-Миу, или ароматы Прады, или Патега Винетта, потому что там такая своя атмосфера, там, или в Луи Виттон, тот же, да, своя атмосфера, ну ты понимаешь, о чем это больше, ну здорово, здорово, органза Живанши, у меня, знаете, четкая ассоциация с ним, Black Ananda от Микалик, только это, конечно, легче, это, ну, более носибельно, наверное, более на каждый день, вот такая, смотрите, какая она красивая, не буду ее нюхать, знаю ее, знаю ее очень хорошо, этот аромат, большой флакон, конечно, покупать не буду, но вот у меня есть Black Ananda, она, конечно, в разы сильнее, в разы насыщеннее, но это тоже хорошо, это хорошо, это классика, слушайте, да, Givenchy, как оказалось, у меня есть какое-то количество их пробников, о, Eau de Mademoiselle de Givenchy, помните такой аромат, я, кстати, не знаю, они сейчас еще есть, мне так нравилось, мне так нравилось, так, это у меня Eau Floral, а у меня была, по-моему, которая, вот, первая, просто, не Floral, а просто Eau de Mademoiselle de Givenchy, вот, очень красивый, я считаю, флакон, посмотрите, какая прелесть, и вот он большой такой же, очень красиво, тонко, мне почему-то кажется, он такой французский шик, француженка, знаете, как Джейн Биркин могла выносить этот аромат, вот для меня это тонкий, изящный, стильный, с французским шиком сделанный аромат, это туалетная вода, вот такой, все, решено, пойду в корнер Givenchy, магазин у нас в Givenchy нету, и пойду в Cartier, может быть, там что-нибудь для вас сниму потом, все, нос перестал работать, уже ничего практически не слышу, Ммм, Paco Rabanne, ребята, Paco Rabanne просто шикарный, где он, ммм, какой красивый, очень похож, очень похож на Hugo Boss, первая, о, хорошая, Изя, все, а лаванда, лаванда on the rocks от Aticus, я ее потеряла, по-моему, она здесь, если я не ошибаюсь, очень красиво, очень красиво, все, закругляюсь, немножко так взбудоражила свои рецепторы, обоняние, и захотелось прям, пойти, вот это, знаете, когда я снимаю видео, это своего рода терапия, даже для меня, потому что я, ну, я возрождаюсь, мне очень нравится снимать видео, надеюсь, вам тоже, пишите, может быть, что-то посоветуйте, пишите, нравится ли вам из ароматов, что-то из этих ароматов, которые я вам сегодня показала, которые мы так бегло с вами протестировали, надеюсь, вам понравился такой формат, потому что у меня еще здесь много пробников, много тестеров, если понравился, напишите, я буду продолжать снимать в том же духе, и надеюсь, скоро моя парфюмерная хандра пройдет, и я опять буду вся благоухать, душиться, и менять ароматы, все, всем пока, с вами была Аленка Блок, чао-чао, пока.